Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. У меня были такие периоды в моей практике сетевой, когда состояние, в котором ты пребываешь достаточно долгое время, по-другому как депрессуха не назвать. Понимаете, депрессия. Ничего не получается. Накапливается усталость, и ты понимаешь, что, наверное, что-то не то. Конечно, ты видишь, что там кто-то зарабатывает, конечно, ты видишь, что там кто-то почивает на лаврах, но это какое-то уже нереальное. Раньше ты в это верил, раньше это казалось ощутимым, возможным и для тебя, стоит только поднапрячься, и вот ты напрягаешься и день, и неделю, и месяц, и два, и год, а ничего не происходит. Так, барахтание. А то и три года, а то и четыре, и ты периодически впадаешь в эти депрессивные состояния. Для меня было единственное спасение. Это книги. Я всегда, вот всегда смотрел на людей, которые добились самых больших результатов. Вот смотрел на этих людей. И продолжаю на них смотреть, потому что я еще не добился самых больших результатов. Я помню книги разных авторов, много перечитал, но вот были такие книги, которые называются «Гаечки и болтики МЛМ», «Искусство презентации», «Воспламенись», еще какие-то книжки написала женщина, Джейн Руэр. Звезда сетевого бизнеса, просто звезда. И вот когда ты читаешь историю таких людей, как все начиналось, она оратор, она там богатейшая мультимиллионерша, она крутая, она любимая жена, у нее трое детей счастливых, она добилась всего сама, она вся в свечах, вокруг нее слоны, которых она любит, из всего. Игрушки разные, там, свечи и прочее, прочее. Человек живет совершенно другой жизнью, радуется, помогает другим. А что было? А как начиналось? Я когда вспоминаю ее историю, то вот даже рассказывая эту историю, я уже начинаю себя чувствовать гораздо бодрее, хотя у меня нет никакой депрессии сейчас. Я помню, что она рассказывала в своей книжке, как начиналась ее карьера. Обыкновенная женщина, без образования, без связей, без родственников, бабушка одна. То есть, довольно такое, ну, скажем так, детство, отрочество и юность сомнительные весьма. И вышла за человека замуж, который, замуж, который, который ничего в жизни не хотел, который удовлетворен был всем, всем был удовлетворен. Денег нет и ладно, дети не кормлены и ничего. От чего суетиться? Главное вон. Живем же. И она с ним билась. Она говорила, у нас подрастают двое детей. Я беременная, в конце концов, у нас будет третий ребенок. Но почему мы живем в одной комнате? Почему мы вечно мучаемся? Почему у нас нет того? Нет всего? Почему наши дети не имеют никаких надежд? Я так не хочу жить. А ведь она ничего не знала другого. Она примерно так всегда и жила. Но вот была такая неугасимая мечта, страсть куда-то подняться, какое-то туманное, неосмысленное нечто такое, размышление о будущем. Короче говоря, она не хотела смириться с этим, всем вот этим дерьмом, в котором она жила. И она, в общем, поперла своего мужа. Но в Америке суровые законы, и он заявил свои права на детей, и начался суд, и для того, чтобы у нее возникла реальная угроза потерять двоих детей. Она была уже достаточно сильно беременной, третьим. И она отстояла своих детей, но это взяло много денег. Она оказалась в жутких долгах, больше ста тысяч долларов в долгу. Это при том, что у нее нет ни родственников, ни связей, ни денег, ни жилья, а только двое детей, которых она отстояла, и еще третий внутри. Представили ситуацию? Представили? Бабушка, которая могла ей как-то там помочь, сто долларов дать. И она просто, ей надо было выживать. Просто выживать, чтобы дать детям молоко, дать кусок хлеба и так далее. Какой-то угол. И кто-то из знакомых рассказал, что есть такой бизнес, который можно вести из дома. Нужно было продавать какие-то детские игрушки. Сетевая компания, которая продавала игрушки, что-то типа этого. И она говорит, если из дома, и я могу, используя телефон, зарабатывать деньги, то я согласен на все. И она начала. Ей сказал, спонсор, приехав из какого-то другого города, показал, что вот смотри, вот это вот товары, вот если вот ты вот это прайс-лист, вот будешь предлагать, рассказывай, вот так вот делай, и у тебя будут деньги. Она говорит, так я же не понимаю, не умею. Ну я приеду, собери людей, я приеду. И говорит, ничего не оставалось, как собрать людей. А как собрать людей? Я стала звонить знакомым и говорить, что как мне спонсор сказал, вы приходите, у меня к вам есть дело. И когда приехала спонсорша ее с мужем, они ошалели, потому что на полу, вдоль стен стояли люди и ожидали чего-то важного. Потому что я так им говорила. Мне надо было жрать, мне надо было кормить детей, и я говорила всем. Как вы думаете, все пришли? Каждый второй, каждый пятый, каждый десятый, каждый тридцать девятый? Никто не знает. Она работала. Она приводила людей. И спонсор сама, волнуясь, еще не будучи опытным человеком, рассказала что-то, и какая-то часть людей купила продукты. И она заработала денег. Все она получила, это неграмотное, без образования, без опыта жизненного, с двумя детьми, беременная женщина-одиночка, получила в руки шанс. Она поняла, это срабатывает, я могу зарабатывать, не оставляя детей. Наверное, преуспевают больше всего те, которые попались в лапы таких обстоятельств, откуда выход только один, работать по-настоящему. Вот она оказалась в таком положении. Она несколько месяцев впахала, как сумасшедшая, каждый день собирая людей. Однажды она увидела, как спонсор показал ей, как это делается, и стала совершенствоваться. Она просто собирала людей, продавала, собирала и продавала, собирала и продавала. У нее было море клиентов. А потом спонсор ей говорит, а почему ты, собственно говоря, не подписываешь дистрибьюторов? Почему ты не строишь организацию? Она говорит, какую организацию? Ну, ты же можешь построить организацию, и они будут точно так же, как ты делаешь, а ты с их деятельностью будешь получать процент. А она, я, говорит, настолько была глупой, не знающей и ничего не понимающей в сетевом бизнесе, что я отказывалась от этого, потому что мне казалось, что я теряю деньги на дистрибьюторах. Сегодня у нее миллионы, миллионы клиентов, миллионы дистрибьюторов, миллионы лидеров, сотни лидеров, которые зарабатывают огромные деньги. Она оратор, она спикер, она богатая, она живет в Америке, в городе Аспен, в горах у нее такие дома, она процветающая женщина, она сильная, уверенная, знающая себе цену. И дети ее вместе с ней пишут книги, занимаются бизнесом. Счастливая жизнь наступила, она прорвалась, и вы прорветесь, и каждый прорвется, кто будет продолжать верить и работать. Может быть, нужно вам покруче обстоятельства, побольше боли и слез, так не надо этого дожидаться. Может, нужно просто начать, начать делать свою работу каждый день много, хотя бы 8 часов в день рассказывать людям о вашем бизнесе, и у вас все получится. Удачи вам и до свидания.